Что такое энергия ветра или воздуха? Это энергия, которая даёт концентрацию, внимание, силу человеку, даёт хорошую работоспособность, способность преодолевать, побеждать, выносливость, воля. Женщине даёт стройность, сильный взгляд, орлицы, воздух. Любовь к воздуху, любовь к солнцу даёт что? Радость, красоту, статность человеку даёт, хорошее пищеварение, хорошее здоровье, способность побеждать вирусы. Солнце даёт. Солнце убивает всё ненужное в организме. Солнце это делает. И имбирь почему? Это солнечное растение. Немного солнца. Он ба-бам! Или почему сосна? Солнечное растение. Копит все солнце. Поэтому убивает всё ненужное. Энергия Земли даёт человеку спокойствие, даёт человеку хороший сон, противовоспалительный процесс. Земля даёт человеку терпение, терпение. Она даёт человеку способность не реагировать, не поддаваться, не сдаваться. Земля — это мать. Это последнее прибежище. Когда человеку плохо, он должен к матери Земли обращаться. Она его успокоит. Она ему поможет. Мать — последнее прибежище. Земля любит нас. Она нас родила. Человеку плохо совсем. Никто не может помочь. Иди к Земле. Вода. Вода — это энергия отношений. Это хороший обмен веществ. Это хорошие гормональные функции. У женщин красота как нежность. Есть красота как влияние — это солнце. А есть красота как нежность. Это вода и луна также. Но вода и луна — это одна и та же энергия. Вода даёт человеку гармонию со всеми, доброту, спокойствие. Земля даёт спокойствие как тишину, а вода даёт спокойствие как любовь, как обмен, как отношения. Вода и земля — это женские энергии. Солнце и ветер мужские. И женщине, и мужчине нужны и женские, и мужские энергии. Для того, чтобы женщине зачать ребёнка, ей нужно больше женских энергий, меньше мужских. Для того, чтобы мужчине зачать ребёнка, нужно больше мужских энергий, меньше женских. И так далее. Видите, это тоже успех. Зачать ребёнка — это тоже успех. Вот смотрите, крайний случай. Человек вообще не включился. Потому что есть люди, которые включились, но у них неправильная вера. Это люди живут в суете, в напряжении и расходуют себя. Но они при этом могут переключиться на природу и наполниться на добрых людей, на Бога, но с трудом. Мы говорим с вами сегодня об успехе. Вот смотрите, если работа, дом, телевизор, работа, дом, телевизор. Надо пойти погулять. Чью-то некогда. Это не некогда. Это ты не можешь переключиться. У тебя нет сил, потому что у тебя неправильная вера. Ты не знаешь, что такое счастье. Ты думаешь, что счастье находится в будущем. Оно находится в настоящем. Настоящее означает, нужно сейчас прямо научиться любить. Иди к природе, она тебя научит. Иди к добрым друзьям, они тебя научат. Иди к Богу, Он тебя научит. Три составляющие успеха. Природа даёт человеку бодрость, силы, хорошую концентрацию внимания, здоровья. Он становится мягким, пушистым. На него все обращают внимание.